Здравствуй, дорогой зритель! В этом ролике тебя ждет тонна социальщины, пасхалки, отсылки, немного истории Южной Кореи, тенденции развития дорам и почему игра в кальмара по сути не является корейской, кое-какие факты и кое-какие выводы о режиссере сериала, где он возможно слукавил, чем вдохновлялся как в сюжете, так и создание антуража сериала, сколько лет уже проходят подобные игры, кого из участников не было в списке игроков, почему умерла мать главного героя, что вы могли упустить, если не смотрели сериал в оригинальной озвучке, что необычного в вип-гостях и почему их в действительности намного больше, чем нам показали. Что есть у нищих такого, что нужно богатым, это лишь небольшая часть того, что будет в этом обзоре. Кое-какие факты из него вы уже могли знать, а что-то точно услышите впервые. Ну и поскольку сериал позиционирует себя как социальный, то и про эту самую социальность я постараюсь поговорить максимально емко и во всех подробностях. В общем, заваривайте чай, главное с сахаром не переборщите и поехали. Что ж, начну издалека. Долго ждал еще со времен обзора на фильм Платформа, когда уже можно будет в очередной раз обозреть что-то свежее. Старые шедевры, конечно, хороши, но иногда хочется вкусить, так сказать, фреш-блат от синематографа. И в очередной раз у нас отличилась Южная Корея с очередным, так называемым, социальным проектом. Паразитов, если честно, я как-то не особо прямо ценил, а вот об игре в кальмара мы сегодня детально поговорим. В некотором смысле меня порадовало, что это корейская дорама, хотя, уверяю вас, корейская в ней исключительно обертка, но дрожжу полностью западная, что на самом деле неудивительно. Особенно учитывая то, как мощно в последнее время именно западные течения культивируются в Корее, а также учитывая тот факт, что в 2017 году платформа Netflix дотянула такие свои мохнатые лапы до кинорынка этой республики. Хотя началось все, конечно, значительно раньше. Собственно, 1 октября 1953 года, когда США и Республика Корея подписали договор о совместной обороне, а Штаты получили право размещать на южнокорейской территории все виды своих войск, то общий вектор направленности культуры этого государства стал постепенно обретать западный окрас. И если кто-то следит за тем, как развивается синематограф Кореи, то вы, к примеру, можете уловить тренд того, что на экранах с какого-то момента стали прилично так употреблять алкоголь, и далее эта мода плотно укоренилась в республике. А ранее малопьющая нация сейчас закладывает будь здоров, и, кстати, прекрасный пол вообще не уступает в этом плане сильному. Также не так давно в Дорамах Кореи стали открыто курить, что еще буквально некоторое время назад на экранах было делать категорически запрещено, точнее, показывать сигареты было можно, а вот прикуривать их нет. В игре в кармара зритель наконец-таки лицезрел обнаженную женскую грудь и открытое сексуальное действие, что для Дорам также не является обыденностью, если вообще не стало одним из первых подобных явлений, снятых для широких экранов Кореи. В общем, как вы можете заметить, азиатская скромность потихоньку сходит на нет. Так что если кто-то свято верит, что Самсунги, Хендай и прочие локомотивы, поднявшие страну с колен, это все просто так, а их появление и их дальнейшее стремительное процветание есть исключительно следствие усердной работы коренных жителей и их веру в свою страну, то разобравшись в вопросах чуть более детально, вы поймете, что все далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. От себя же лично я хочу пожелать жителям Кореи только всего самого лучшего, особенно учитывая то, что ваш покорный слуга также внес свою лепту в экономику этой республики, проработав там некоторое время в качестве рабочего нелегала на некоторых из производств. Где воочию увидел современное в кавычках оборудование на заводах со станками советской эпохи, наймы рабочих нелегалов на предприятия именитых брендов, которые там крутят гайки, сборы урожая всевозможных культур и так далее. Вот такие дела, да. И знаете, поскольку я не особо прям часто смотрю дорамы, я бы даже сказал крайне редко, то слегка поностальгировать при просмотре сериала все же получилось. К примеру, обратно на родину я улетал из того же аэропорта Инчхон, из которого главный герой должен был отправиться в США к дочери. И даже вот этот светящийся красный крест мне показался каким-то до боли знакомым. Про момент, где участников игры забирали ночью с улицы на минивэне, я вообще словил такой нехилый флэшбэк, так как сам был прям в точно такой же ситуации, хорошо хоть не усыпили по дороге, не отправили ни бог весь куда, иначе сейчас бы в этот обзор не смотрели. Ну и раз уж пошла тема работы, давайте подумаем, а что же есть у нищего такого, что нужно богатому? Помните сцену в метро, где главный герой играл в игру с конвертами, так же, и знатно наполучал по щам? Так вот, посмотрите на мимику лица, которую показывает актер зрителю, когда ему предложили деньги вместо пощечины. Расстройство. Он уже вошел во вкус, наконец-то он может зарядиться, по мордасам своему оппоненту, тем самым расквитавшись с ним, уравнять, так сказать, потери. Но тот в ответ вкладывает в его руку деньги, и Гихун взял их. Нищие всегда расплачиваются натурой, потому что, по сути, им больше нечем заплатить, и представители социального дна испокон веков отдают свои ресурсы, такие как время, силы, здоровье и даже части тел, за много меньшую стоимость, чем решился бы отдать богатый, если бы, конечно, вообще решился отдать. Кстати, о частях тела. Вот скажите, какой эпизод в сериале вам показался как бы лишним? Таким, знаете, как какая-то неуместная вставка, которую вшили в общий метр, как могли, но в итоге не влияющая ни на сюжет, ни на раскрытие персонажей. Серия с хирургом и тема трансплантации. Как шепнул мне тут один любитель дарам, тема с докторами, органами, операциями и прочим, оказывается, имеет какую-то гиперпопулярность в синематографе Кореи, и преподносится все это как норма. Ну, подумаешь, там вырезали, там вставили, живешь, ходишь, все отлично. И после этого объяснения мне стало совершенно ясно, к чему была эта совершенно неуместная серия про врача и органы. Так как отчетливо видно, что если прооперировать данный сериал и вырезать эту серию полностью из него, ничего бы не изменилось от слова совсем. И также понятно, к чему вот эти все длительные кадры с разделыванием на операционном столе, со всеми подробностями и так далее. Также стал более ясеный эпизод, где главный герой ставил подпись кровью на изъятие органа в случае неуплаты долга. Оказывается, это тоже очень часто прослеживаемая тенденция в современных дарамах, где за каким-нибудь нищим охотятся своего рода коллекторы, бандиты, ну и так далее, угрожая семье и детям, вынуждая продать тот или иной орган за долги. Собственно, о чем я и говорил ранее, всегда найдется кто-то, кто не против принять оплату натурой, а если бы не было бедняков, как думаете, кто бы стал отдавать свою почку, продлевая кому-то жизнь? Или получать пощечины, давая возможность оппоненту почувствовать настоящее наслаждение от унижения или как в дальнейшем даже смерти? А деньги это всегда меньшая оплата, понимаете? Деньги это неодушевленный предмет. И вся социалочка заключается в том, что раз существуют такие вот правила игры, значит кому-то это выгодно, кому-то так удобно создать такие условия, где человеческие эмоции, здоровье и даже жизнь можно будет оценить в этих разноцветных фантиках. И знаете почему? Потому что вне зависимости от того, кто ты бомж или олигарх, выделяемая степень эмоций, переживаний, страданий и так далее у вас находится на одинаковом уровне, понимаете? Даже органы, как бы это может быть странно не звучало, у вас одинаковые. И если ты можешь их купить за фантики, то ты явно в плюсе. Режиссер сериала открыто подчеркнул прямо-таки кричащим разнообразием участников игр, как по психотипу, так и по роду деятельности, возрасту, характеру и так далее. И то, что всех их объединяет одно – финансовая яма. Неважно кто ты – бандит, семейная пара, математик, алкоголик, перевязчик и так далее, деньги, а точнее их отсутствие – это их общая проблема. И через все это, как вы понимаете, режиссер как бы показывает современное мироустройство. Также сюжет сериала говорит нам, что процент возврата участников в игру после отказа составил более 90%, а со слов старика, режиссер всем нам как бы дает понять, что по сути между игрой и реальной жизни большой разницы нет. Там хотя бы все честно. Понимаете, какая тонкость? Честно сдохнуть в 21 веке на потеху зрителей, которые прямо, косвенно и не без помощи силовых структур и исполнительной власти, о чем нам также дает понять режиссер, устроили людям по всей земле такую развеселую жизнь – это уже чуть ли не благо. Вот такие дела. Хотя думается мне, если бы участникам сообщили сразу, что из 456 человек останется лишь один, сильно сомневаюсь, что хоть кто-то из них вообще остался. Ну или это были бы в прямом смысле единицы. Кстати, об органах исполнительной власти и силовых структурах, на которых режиссер тоже вполне открыто дважды указал. Вне игры нам показали, так сказать, совершенно не заинтересованных персонажей, а рассматривая игроков как социум в контексте самой игры, мы и вовсе видим, что эта сила служит тем, кто собственно платит им деньги и готовы играть свои отведенные роли в этом безумном мире. А такие понятия, как закон, клятва и так далее, не имеют вообще никакого значения. Значения имеют только деньги. Важный момент. Типы в масках с треугольниками были вооружены двумя типами оружия – револьверами и пистолет-пулеметами МП-5. МП-5 находится на вооружении спецподразделений армии Южной Кореи, что, как вы понимаете, тоже как бы намекает. Еще один социальный момент – работники с квадратами на масках капитаны. Не убирают трупы, не убивают, не занимаются вообще никакими делами, только лишь контролируют работу остальных рабочих, назовем их так. Хотя по мне им больше подходит название наемники. Так вот, вспомните, что сериал социальный, и тут нам как бы показано общество в целом и его устройство. Обратите внимание на иерархию. Только капитаны находились за пультами управления вместе с распорядителем. Так что, если перевести все это на реальный социум, круги это как соцслужбы, которые почищают, обеспечивают жизнь социума в целом. Треугольники – те, в чьих руках силовые методы решения проблем. Капитаны – представители власти, ну, вероятно, вроде президентов, если хотите. И режиссер говорит этим примерно следующее. Масса людей никогда не видела и даже не знала тех, кто реально заправляет всем этим шоу. Никогда даже об ответственном за все это действие, а именно о распорядителе, масса ничего не знает. Лишь однажды его увидел доктор перед смертью, и то увидел не сам по себе, а благодаря кооперации с работниками системы. Вспомните, от самого начала до самого конца с игроками взаимодействовали, в том числе и доводили правила игры и прочее, только лишь работники в розовом. Распорядитель никогда не показывался, хотя он и в этой системе далеко не главный, а исполняет лишь роль основного управленца. А тех, кто стоит еще выше, для чего это все устроено и зачем, никто из простых смертных, так скажем, никогда не узнает вообще. Ну и, конечно, важнейший момент, на мой взгляд, то, что работники видят лица игроков. Игроки никогда не видят лица работников. Но даже работники не должны знать друг друга в лицо. Это главное правило для правильной работы игры, и нарушить его означает смерть. Это, как я считаю, отсылка к некой двуличности, так как ведь всегда персонажи, помимо прочего, ведут свою обычную жизнь вне игры, где они могут быть совершенно кем угодно. Твоим соседам, сыном, братом, учителем, вообще, вообще любым человеком, и ты никогда не узнаешь, что он участник клуба. Ой, пардон, игры. Но почему работникам нельзя показывать лица? Ну, вероятно, это защита от утечки информации, чтобы работники не решили вдруг попить пивка после так называемой смены и растрепать чего. Или если вдруг кто-то один проболтается о чем-то, как главный герой полицейским, шанс тому, что ему поверят, будет ничтожно мал, а устранить его будет несложно. Ведь, конечно, распорядитель знает лица всех их, ведь он их работодатель. К чему я сейчас сделал небольшую оговорку, вроде отсылки к бойцовскому клубу, помните два первых правила? Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе. И помните, что говорил Тайлер старому главе полиции, завалив его на так называемый масонский пол в туалете, такой же, как нам показали в эпизоде с ужином, ознаменовав тем самым как бы свержение старого порядка, между прочим, на фоне других участников клуба, также в масках. Пойми, люди, которых ты ищешь, вас обслуживают. Мы готовим вам, выносим мусор, чиним телефоны, водим машины скорой помощи, охраняем вас, пока вы спите. Не надо злить нас. Что касается техники игры и правил игры. Зрителю дают понять, что это не одно и то же. Данный момент идет во всех этапах, но особенно это разжевали в перетягивании канатов. Когда старик рассказывал технические особенности для победы, то я вспомнил одну интервью штангиста, в котором он говорил примерно то же самое, что для того, чтобы поднять тяжелый вес, одной силы явно будет недостаточно. Тут нужно знание техники. И только непосвященному человеку кажется, что все просто. И это касается вообще всего. Вспомните, на что не посмотри неопытным взглядом, всякое устройство выглядит просто, но главные тонкости всегда кроются в мелочах. В любой игре, ситуации и жизни вообще. Если разобрать практически любой процесс на такие вот особенности и суметь их понять, извлечь максимальную выгоду будет намного проще. И с другой стороны, развести неопытного человека, не знающего этих тонкостей, очень легко. Ум, знание и опыт определяет зачастую степень владения. Этими тонкостями и мелочами. А теперь взгляните на нашу многогранную жизнь и задайте себе вопрос, как думаете, много ли вы знаете таких нюансов? И как вы думаете, сколько их знает тот или тех, кто находится выше в человеческой иерархии? Кстати, напомню, что в былые времена они имели не абы какое название, а именно знать. Пожалуй, больше всего в этом сериале мне понравился один момент. Когда Бандюган пришел запугивать главного героя, тот строил баррикаду, и своим основным аргументом запугивания он выделил именно своих шестерок, грубо говоря. Но Сон Кихон неплохо так его контратаковал, обратив его же силу против него самого, посеяв в его душе сомнения. А где сомнения, там и страх. А страх и сомнения не лучшие союзники, особенно в команде. Особенно, если им заразить главаря. Применяя подобную тактику, даже в бытовых ситуациях, в обычной жизни, можно порой добиться очень интересных результатов. В пятой серии нам показали нехилую такую картотеку участников. Видимо, их было действительно много. Но если быть точным, то можно предположить, что их было 15 тысяч 15 человек. Откуда эта цифра? Мы отталкиваемся от того, что в каждой игре должно было быть по 455 участников. И только в 33-й, последней игре, которая состоялась в 2020 году, участников стало 456. Итого 15 тысяч 16 участников. Но и то последнего, а точнее первого, к полноценному участнику отнести нельзя. Конечно, я сейчас говорю о старике. Я сейчас опущу популярную теорию о том, что кукла сканировала его как-то не так, и что он в шары не должен был играть, а в игре с канатами он знал все с точностью технические особенности игры. Ну и когда полицейский Хван Жун Хо открывает файл 2020 года, чтобы узнать, является ли его брат одним из игроков, первая страница, это страница игрока 002. Страница игрока под номером 001 не включена в папку, потому что он никогда не был официальным игроком в игре. Даже странно, согласитесь, ведь если бы хотели скрыть участника, почему не сделать его последним? С участником 001 есть еще одна еле заметная пасхалка, которую, думаю, мало кто заметил. Во второй серии, где он встретился у магазинчика с главным героем, если посмотрите внимательно, то увидите, как позади Сон Кихона стоит еле заметно тот самый минивэн, точно такой же, который отвозит участников на корабль. Вообще, лично у меня старик сразу вызвал некие подозрения, но исключительно в силу возраста, так как больше таких старых участников я не заметил, что, согласитесь, несколько странно. Кстати, имя старика переводится как первый человек, ну или, возможно, первый мужчина, что-то вроде этого. Но да ладно, давайте вернемся к циферкам. Современный синема вообще, знаете, любит заигрывать во все эти эзотерическо-масонские пляски. Вот тебе, к примеру, игра номер 33. Об этом мы можем судить по кадру из пятой серии, где все тот же коп держит таблицу победителей, которая начинается с 1988 года, а на досье Сон Кихона также виднеется игра под номером 33. Далее мы видим еще одну зеркалочку в виде количества участников, а именно 15-15. Так называемый масонский пол и стол в виде пирамиды и так далее. Если вы сложите цифры даты рождения главного героя из досье, а именно 10-31-1974, то получите те же цифры 2-15, но только в несколько ином выражении, а именно 2-0-15. Также время на часах, когда главный герой пришел к своей бывшей, было 5 часов 10 минут. Какое число получится, сложив эти цифры, вы, думаю, уже поняли. Также, вероятно, многие из вас уже слышали из сети, что к номеру главного героя 456, а также общему выигрышу режиссер нас отсылал еще в самом начале фильма, когда Сон Кихон выиграл 4 миллиона 560 тысяч вон. Кассир дал ему всего 91 купюру, 90 штук номиналом по 50 тысяч и одну сверху номиналом 10 тысяч, которые он отдал обратно, а затем снова взял. Что, кстати, и случилось в его игре с шариками со стариком, где старик отдал ему последний шарик, подобно кассирше. Но вот какой намек относительно числа 456 я заметил немного раньше в сериале. Помните кредитную карточку, которую главный герой стащил у матери? Если сложить все ее цифры, то получится число 56, расположенное среди 4 столбцов, тем самым как бы образуя все тоже 456. И, кстати, интересно, что последний столбец имеет всего три цифры вместо четырех. И получается, что общее количество цифр, как это уже несложно догадаться, все тоже число 15. И, кстати, странно, что карту не заблокировали, ведь он трижды ввел пароль неверно и лишь на четвертый угадал. Так что, еще раз повторюсь, заигрывают со всеми этими цифрами, атрибутикой и так далее в сериале очень по-современному. Совсем уж, знаете, как-то не по-корейски, а больше как раз-таки по западному стилю. И также по все той же западной моде не обошлось и без того, чтобы выставить в очередной раз так скажем верующего человека конченый моразью, сволочью и ублюдком, который, конечно, ни во что не верит на самом деле. Причем, в игре в кальмара сделали это дважды. Первый раз, когда нам показали, что игрок номер 244 готов первым пойти убить кого-то и вообще ведет себя как-то неадекватно. Кстати, напомню, что одна из заповедей говорит не убей. А второй раз из рассказа участницы 240, когда она говорит о том, что ее так называемый верующий в кавычках я так тоже понимаю отец убил ее мать и не раз судя по всему ее изнасиловал. Но да ладно. Итак, мы выяснили, что за всю историю игр пропало более 15 тысяч человек только в Корее. А как нам дали понять вип-гости, о которых мы тоже несколько позже поговорим? Конкурс в Корее был лучшим. Отбор или конкурс в Корее был самым лучшим. То есть данные слова совершенно непрозрачно намекают, что игры носят так сказать международный характер. И думаю сейчас самое время слегка затронуть тему, которая в сериале тоже в общем-то обозначена вполне явно и именно с нее вообще началась сюжетная линия с копом. Я говорю про пропажу людей. Не хочу притягивать за уши, но просто ради интереса откройте официальную статистику пропавших без вести и задайте себе вопрос а куда они все пропали? Они что все память потеряли или так заблудились, что нашли такое место, где нет людей, которые могли бы им помочь? Улетели на луну или провалили сквозь землю? Последнее кстати заслуживает отдельного внимания. И другой вопрос, почему это происходит регулярно? И знаете есть у меня также ощущение, что вот эта вся так называемая статистика очень сильно преуменьшена. Я вам даже больше скажу. Есть способы использовать похищенных, ну или как минимум часть из них, чтобы вообще никто о них никогда не знал, даже об их существовании. Это сделать очень просто, воспроизводить новых особей в местах похищения. И в таком случае незаконно удерживаемых людей может вообще как бы не существовать нигде и никогда, ни в каких картотеках, базах данных, учетах и прочем. И эти люди могут даже не знать о том, что происходит за рамками той местности и мер ограничения свобод, в которых они пребывают. А если всерьез взяться за данные имеющейся статистики о пропаже людей, к примеру, заработок, род, деятельность, возраст и так далее, можно было бы сделать, я думаю, очень интересные выводы о том, кто пропадает, где, как часто, в каком процентном соотношении и так далее. Также в некоторых случаях можно сопоставить подъемы или падения, пропаж с какими-либо событиями и постараться выявить закономерности. В общем, не буду долго разглагольствовать, лишь еще раз подчеркну. Имея статистические данные, можно сделать очень, очень много интересных выводов, цели заказчиков, организаторов, пособников и так далее. Особенно, если этим будут заниматься отделы органов правопорядка, у которых, помимо этих данных, будут и другие нити, по которым можно будет составить более полую картину. Но не это, не многие другие проблемы и не побоюсь этого слова странности социума, которые можно, нужно и должны решать эти самые органы, веками остаются неразрешенными, что, знаете ли, наводит на некоторые выводы. Оглянитесь вокруг повнимательнее. Обращая внимание на мелочи и подмечая тонкости, хотя и без этого всего несложно понять, что мир вокруг нас очень даже способен на историю, показанную в сериале, торговля внутренними органами, детьми, людьми, животными, живыми и мертвыми, ради развлечения, всякие сафари на людей и прочие развлечения в отдельных локациях и многое-многое другое, все это совершенно и вполне вероятно. А если слегка углубиться в так называемые интернеты повнимательнее, я уже не говорю о так называемых засекреченных документах, отчетах и так далее, то думается мне, что выше упомянутая мною, окажется лишь верхушечкой айсберга. Если вы думаете, что я преувеличиваю, вспомните хотя бы тот факт, что даже так называемое шоу уродов, где людей вкатали в клетках на потерю публики, официально существовали еще в 50-х годах прошлого века, а цирк в нынешнем его проявлении с животными существует и здравствует и по сей день. Как там дрессируют братьев наших меньших, такое ощущение, что это выражение в последнее время вообще уже даже как-то не используется, сами догадаетесь. Если не догадаетесь, то можете глянуть в интернете, есть много интересных роликов на эту тему и это я уже не говорю про всякого рода зоопарки, контактные зоопарки, всплеска роста живодеров и так далее. Кстати, в Китае еще не так давно, буквально пару лет назад был прямо-таки хайп. На закрытых, надеюсь, не забанят меня ютуб, постараюсь помягче как-нибудь. Так вот, на закрытых серверах с клубничкой голые дамочки в угове на высокой платформе, брали живых котят и щенят и делали с их головами примерно то, что делал герой Евгения Моргунова в фильме «Кавказская пленница с окурками папирос». И как вы понимаете, конечно, с летальным исходом. Также можете вспомнить эпизоды, в чем еще недавно обвиняли так любимого многими Тома Хэнкса и какую якобы на всем этом фоне движуху объявил бывший президент США Дональд Трамп. А углубившись в эту тему, вы увидите, что еще намного раньше было очень много разных свидетельств, предположений, фактов и так далее. Не поленитесь, не поленитесь, прямо можете посмотреть после ролика. То есть понимаете, сказка как обычно ложь, но намеки в последнее время все более явные. Ведь согласитесь, это лишь нищий не без помощи СМИ и конечно думает о том, что искушенный деньгами и властью человек способен лишь на то, чтобы нюхать кок, спить дорогой коньяк и покупать себе яхты. Я вас умоляю, это все по брекушке. Даже старик в конце сериала об этом говорит. Человеку нужны не по брекушке, а эмоции. Это вкус жизни. А вот уже средство получения эмоций, это как порнография, понимаете? Всякий раз хочется все более и более изощренной картинки, потому что ты присыщаешься подобно наркоману и чтобы держать прежний уровень удовольствия, нужно регулярно выходить на новый уровень их получения. Отвлечемся немного от общего повествования, думаю, стоит упомянуть об одной детали, которую не все правильно понимают. Да и признаться, я узнал о ней буквально вчера. Многие, полагаю, замечают, что на экране азиатские актеры зачастую как бы излишне эмоциональны. Режиссеры иногда дают какие-то слишком откровенные намеки и кого-то это прям раздражает. Так вот, оказывается, азиатская школа актерского мастерства отличается своим подходом от европейской и метод Станиславского, где необходимо максимально переживать эмоции, в данном случае не применяется или является неосновным. Тут именно как бы вычурно показывают переживания и играют с максимальным акцентом. И делается он вовсе не потому, что там все такие бездарные и не могут в большое искусство. Раз уж пошло разговоры об актерской игре, лично мне больше всего из состава понравилась игра вот этой вечно крикливой женщины. Да, она действительно раздражает, но ведь это ее актерская игра. На мой взгляд, она прямо максимально контрастировала в своем образе и уровне игры по сравнению с остальными. А вот больше всех не понравилась участница с номером 240. С вот этим вот вечно постным лицом. Я конечно все понимаю, что помимо явно азиатской школы нельзя избежать вот этой всей обязательной клишированности в подборах персонажей. И конечно в современном кино должен присутствовать герой, которому вообще на все пофиг. Такой знаете аутистка Микадзе. Но конечно в силу того, что ему пофиг на всю ту жесть он выглядит максимально круто, всегда спокоен и так далее. Вокруг творится лютая жесть, а это такая типа что вы что вы, меня ничего не берет, я знаете вся вовне. Ну и конечно не обошлось без старого пи***ца. Но ничего, думаю в скором времени разнообразие персонажей с различными половыми ориентациями всех полов, мастей, возрастов и так далее в дорамах резко пойдет наверх. Кстати относительно героев сериала. Согласитесь, что так или иначе зрителю обязательно навязывают главного героя, его ближайшее окружение, каких-то антагонистов и так далее. То есть понимаете вся тонкость в том, что смотря вот на такое действие ты как зритель начинаешь что делать? Правильно, ты начинаешь болеть за кого-то. У тебя уже как у тех випов есть как бы свои внутренние ставки, навязанные тебе режиссером. Пусть вон тот лучше сдохнет, а этот останется жить. Бедного Али обманули, а бандиты не жалко. И если это так, разве нельзя в данном случае сказать, что в какой-то степени, управ момент того, что действие это происходит как бы понарушку и конечно ставок реальных в виде денег ты не делаешь, но все же какая-то часть того самого вип-гостя в тебе пробудилась, ага. И вот еще, когда вроде взрослые люди, а по сюжету еще и по доброй воле попадают в такие вот передряги, это вроде как смотрится не так уж и гадко с точки зрения морали. Но кстати есть фильмы без всяких там добрых воль, вот та же пила к примеру, где вроде добровольцев особо нет, однако вышла уже какая-то восьмая или девятая часть, да? И франшиза пользуется спросом аудитории, верно? Но конечно кто-то обязательно скажет это ведь просто кино, ничего такого. Но я вам скажу, что кино это никогда не ничего такого, а всегда как раз таки того самого. Можете в очередной раз оглянуться на мир вокруг вас и убедиться в этом. Если вы думаете, что это все происходит как-то само собой, а такая вещь как условный телевизор не имеет совершенно никакого влияния, то я уверяю вас вы сильно заблуждаетесь. И если очередной умник подумал мысль о том, что вроде никто не пошел никого мочить после просмотра Тома Джерри, то у меня плохие новости для построения его причинно-следственных связей. Кстати, в том же человеке из бульвара Капуцинов все это наглядно и понятно изложили. Ну а кто все еще привык думать так, что кино это просто кино и вообще никак совершенно не воздействует ни на человека, ни на социум и так далее. Вы можете почитать на эту тему, есть огромное количество всевозможной литературы, докладов, роликов на ютубе и так далее. Это я к тому, что наблюдая сквозь призму времени подобное смещение норм морали, дозволенного как в синематографе, так и в жизни как следствие, возникает вполне себе резонный вопрос. Кажется, будто эта норма смещается как бы сама собой, да? Но есть у меня подозрение, что нихрена в этом мире само собой не происходит. И то, за что еще вчера тебя могли побить камнями, сегодня воспринимается как норма, а завтра и вовсе станет скучной обыденностью и вообще каким-то пережитком прошлого и захочется уже чего-то большего. Вот на примере данного сериала. К примеру, вы можете слегка изменить одни лишь возрастные критерии участников в резко меньшую сторону и получится уже совершенно другая картина, совершенно другим эмоциональным окрасом, верно? Не-не, школьники уже были, королевская битва Кинзи и Фукасаки так сказать задала порог, но там школьники были уже достаточно взрослые, со всеми, так сказать, признаками, сексуальными подтекстами, уже даже у кого-то маньяческими садистскими наклонностями, в общем, испорченные и так далее. А я говорю прям про еще более нежный возраст, вроде как у героев романа Уильямса Голдинга Повелитель мух, или даже еще меньше. Согласитесь, что сериал с таким возрастным составом актеров едва ли был бы воспринят ликующей толпой на ура. А вместо того, чтобы выйти в топ и просмотров, на него понеслась бы такая тонна негодования, судебных исков и так далее, что, впрочем, понимая все это, никакой, конечно, Netflix или любой другой издатель за такое даже не взялся. И думается мне, именно это и произошло бы с сериалом Игра в кальмара, и если бы он вышел в своем оригинальном виде, скажем, лет сто назад. Ну, гипотетически, имея техническую возможность и показав его тем людям с теми моральными устоями, которые тогда жили, понимаете? Вот я бы, кстати, посмотрел, как корейцы того времени вообще восприняли то, что по условному телевизору показывают, каких соотечественников убивают при особо циничных условиях самым разнообразным образом, стравливая друг с другом как собак. И вообще происходит совершенно какое-то античеловечное действие. И более того, все это устроено лишь для потехи какому-то старому и жирному пердуну, уроженца условной США или Европы и прочих представителей вип-гостей, среди которых, замечу, был всего один азиат. И тот, вероятно, то ли японец, то ли китаец с оленьими рогами во всю голову. И знаете, что интересно? А вот допустим, взять любого из нас. Представьте, что вы однажды узнаете или увидите, что у вас босс или скажем, какой-то высокопоставленный чиновник и так далее, занимается такими вот развлечениями и вообще любит подобные игрища. А вы мало того, что работаете на него, так еще и по сути своим трудом спонсируете все его прихоти. Как бы вы поступили? А если вдруг случится так, что он такой не один, что их таких очень на самом деле немало? И более того, судя по вот такой логике, чем выше кто-то сидит, тем изощреннее и масштабнее у него должны быть развлечения, как считаете? Ну, к примеру, в данном фильме было 456 участников. А если поднять цифру до 50 миллионов и растянуть это на несколько лет во времени, как вам такие игрища? И понимаете, если уж и обозначить какой-то социальный подтекст из вышесказанного, то тут вывод вполне очевиден. Военные конфликты, теракты, внешние политики и так далее, это все не более, чем декорации игры для тех, кто находится внизу, так как управляют этими явлениями те, кто находятся наверху. А поскольку на вершине места не так много, то согласитесь, едва ли там кто-то станет играть в царя горы. Там уж как-то смогут между собой договориться, невзирая на нации и так далее и тому подобное. И если уж брать более ширше, так сказать, то знаете, опрокинув взглядом исторические события в рамках лет 50 хотя бы и затем посчитав всевозможные жертвы, в том числе и от военных конфликтов, волей-неволей задаешься вопросом, а какого ляда вообще все это месиво никак не кончается? Никто ни с кем так и не договорился по большему счету за такой период времени и ощущение такое, что и цели такой не стоит. Зато выставки новых видов вооружения с вечно хлопающими и улыбающимися дебилами на фоне, методы контроля и прочее вводятся прямо на ура и повсеместно. Согласитесь, если посмотреть на все эти факторы в целом, но с несколько более высокой точкой другого ракурса, то вероятность того, что мы тут все с вами находимся в подобной игре вовсе не так и мала. Кстати, минутка эрудиции. В этом моменте один из випов подзывает к себе копа под маской обслуги вот таким жестом. В Корее, ну вдруг просто не все там были или смотрят дорамы, подзывает ладунью вниз, а принятый у нас тот же жест, но ладунью вверх у них считается оскорблением. Вроде как они так собак подзывают или что-то типа того. Так что, если вдруг соберетесь ехать, то имейте в виду. Хорошо, давайте в очередной раз выдохнем, несколько отвлечемся от социальных рассуждений и перейдем к некоторым деталям сериала. И начнем с интересных совпадений в смерти игроков, которые можно было предсказать. Думаю, те из вас, кто уже видели обзоры, наверняка слышали о них, но для полноты данной рецензии обозначу их также. Все герои, с чьей биографией нас знакомят, находят свой конец в игре сообразно предыдущим делам. Друг главного героя Сан-Ву хотел покончить жизнь самоубийства и совершает это в последней игре. Гангстер Чан-Док умер после падения в испытании Стеклянный мост и именно так он скрылся от преследовавших его задолги бандитов. Воровки перерезали горло, этим способом она угрожала человеку, который должен был организовать вывоз ее матери из Северной Кореи. И наконец, Али погибает из-за того, что Сан-Ву крадет шарики, а ранее он своровал крупную сумму денег у своего начальника. А вот несколько не такой явный момент, который, думаю, подметили не все. Помните вторую серию? Хотя Гихун не умирает в игре в кальмаров, он небрежно клянется жизнью своей матери и тут же нарушает клятву в моменте, где бросит Себек, чтобы она его развязала. В конце концов, это его и настигает. Когда он возвращается домой с игр, то находит свою мать в мертвой дома. Также очень странно, что никто из участников по сюжету не обратил внимания на рисунки позади коек с такими явными намеками на игры за то время, что они там провели. И если зрителя в этом плане можно простить, так как объективно камера не захватывает все помещение, то что касается участников, очень сильно сомневаюсь, что они не заметили бы этих подсказок. Да они излазили бы, пожалуй, все, что можно в этом помещении и с вероятностью 100% заметили эти странные рисунки. Кстати, помещение, по задумке режиссера, должно было напоминать склад, а койки выполнены по подобию стеллажей, чтобы создавалось впечатление того, что люди как бы подобны вещам. Также еще одна интересная отсылка оставлена в одном из финальных эпизодов, когда главный герой спорит со стариком о том, что замерзающему мужчине на улице никто не поможет. Помните момент, когда распорядитель говорил брату, что полиция никогда не приезжает вовремя? Полиция хоть раз приезжала вовремя. Так вот, в этом эпизоде она как раз таки приехала буквально за секунды до полуночи, то есть буквально как раз вовремя. А что касается распорядителя и по совместительству бывшего победителя одной из игры, согласитесь, как-то странно, что он живет в какой-то там общаге, в которой не появлялся неделю и не заплатил за проживание, не выходит на связь с братом, зная, что он коп и вероятно будет его искать. И опять же, он вроде уже не маленький мальчик, думаю, может себе позволить пропасть на несколько дней. Или он там что, каждый день созванивался с близкими что ли? В общем, либо эта линия смотрится слишком несуразно и непроработанно, либо тут есть очередные не совсем понятные режиссерские ходы, о которых мы, возможно, узнаем в одном из следующих сезонов. Кстати, о продолжении. В интервью CNN режиссер поделился, «Я оставил некоторые вещи открытыми для обсуждения во втором сезоне, если это произойдет. Хочу раскрыть прошлое фронтмена, историю Хван Чунг Хо полицейского и историю человека, который носит с собой такджи в портфеле. В первом сезоне они не были раскрыты, поэтому я хотел бы объяснить эти детали во втором сезоне». С распорядителем также связана еще одна пасхалка. Когда Себек и Джи Йон делятся своими историями, Джи Йон ссылается на ссылку из южнокорейского фильма «Мужчины изнутри» с актером Ли Бен Хоном в главной роли. Именно он и сыграл роль фронтмена. Между прочим, актриса Чунг Хо Йон, сыгравшая Себек, сейчас самая популярная корейская актриса в Инстаграм. У нее уже более 13 миллионов подписчиков. А в сериале с ней также связана еще одна небольшая деталь, которую, возможно, вы, как и я, упустили, так как смотрели дублированную версию. Так вот, акцент Себек слегка меняется в зависимости от того, с кем она разговаривает. Во время разговора с другими игроками, она говорит со стандартным южнокорейским акцентом. Но когда она успокаивает своего младшего брата, она возвращается к своему северокорейскому диалекту. Еще одна пасхалка связана с подарком главному герою своей дочери. Пистолет-зажигалка в черной коробке с бантом и розовой бумагой внутри, что полностью соблюдает основную цветовую палитру фильма. Также мы видим, что подарочная коробка выглядит точь-точь как гроб, в который кладут выбывших участников. Убивают участников огнестрельным оружием, а затем сжигают печи. На это, судя по всему, отсылает то, что подарком является зажигалка, ну и сам способ получения подарка. Нужно сыграть в игру, где вроде как для неопытного взгляда основным из факторов является везение. Однако, знание тонкости игры помогает получить приз. В этом главному герою помог мальчик. Сама игра проходит в закрытом как бы помещении для игрушек. А одним из основных факторов проигрыша является не только то, что игрушка может сорваться, то есть буквально не повезет, но и то, что игра идет на время. В этом эпизоде нам неоднократно показывают обратный отчет времени крупным планом. Кстати, а интересный факт, что когда главный герой впервые встретился с представителем компании, он навел на него пистолет и как бы выстрелил, а в конце покрасил волосы и повернулся на камеру с видом чувака, который пошел разбираться с несправедливостью, потому что он реально разозлился. И еще немного непонятно, как главный герой не тратив деньги расплатился с долгами, он ведь вроде подписал кровью, что в случае неуплаты в течение трех месяцев продаст почку. Или что, его этот долг списали, так же как и долг банку? Ну да ладно, спустим этот момент на режиссерское клише, хотя мог бы как-то более изящно и продуманно вытянуть этот финальный эпизод. Вообще, стоит отметить, что в плане съемок, цветокоррекции и общего антуража о команде, сериалы и режиссеру надо отдать должное. Декорации действительно смотрятся очень эффектно и стильно. Думаю, это один из факторов, который так подкупил зрительскую аудиторию. И как уверяют создатели, максимальное их количество было реально построено, чтобы не портить картину компьютерной графикой. Даже испытание со стеклянными ступеньками находилось на высоте более метра над землей, что, как говорят актеры, их несколько пугало. Униформа персонала была вдохновлена фотографиями фабричных рабочих, с которыми режиссер картины Дон Хёк столкнулся, создавая внешний вид вместе со своим директором по костюмам. Одежда игроков напоминает зеленую спортивную форму, которую он носил в начальной школе, а на создание стиля головных уборов для персонала художественный руководитель Чекен Сон был вдохновлен масками фехтования. Со слов режиссера вдохновением к созданию идеи сериала, который ранее имел рабочее название «Шестой раунд», послужила манга «Кайзи», хроники азартных игр. Также нельзя не отметить, что игра в кальмары напоминает Дораму, «Страшная воля богов» и «Алиси в пограничье». Кстати, начало сериала, точнее его завязки в игре в конвертах, мне не напомнило вышеперечисленные произведения, которыми со слов режиссера он вдохновлялся, а напомнило мне фильм «Тринадцать грехов». Там тоже все начинается с малого, также с героем-бедняком, и также это было выставлено в виде игры по телевизору со зрителями и ставками, как главному герою всего-то нужно было убить муху за хорошие деньги. А закончилось все поеданием фекалий, убийствами и так далее. Алло? Поздравляю! Вы приглашены принять участие в новом увлекательном игровом жоу! Все, что вам нужно, это выполнить тринадцать заданий! Убейте муху! Вы что, за мной следите? Тысяча долларов будет немедленно переведена на ваш банковский счет! Кто-то отмечал, что сериал несколько затянут, и, честно говоря, мне тоже так показалось, но это уже дальний сериальному формату, и изначально Дон Хёк намеревался сделать из игры кальмаров планометражный фильм. И вот сейчас хотелось бы пару слов сказать о режиссере. Тут прошли слухи о том, что он вроде как был беден в молодости, выпивал, и вообще жизнь была какой-то не сладкой. Но знаете, почитав его биографию о том, что он закончил Сеульский университет. Думаю, едва ли это стоило дешево, даже если он учился на бюджете. Сами понимаете, проживание в столице и так далее дело не дешевое. Далее он снял множество короткометражек и уехал в Штаты, а именно в Лос-Анджелес, чтобы учиться на магистра искусств в области кинопроизводства в университете Южной Калифорнии. Что тоже, вероятно, совсем не дешевое удовольствие. В 2004-м вышла его дипломная работа «Чудесная миля», демонстрировавшаяся более чем на 40 международных фестивалях и получившая несколько наград. Полнометражный дебют состоялся уже в 2007-м с лентой «Мой отец». В 2011-м вышел второй полнометражный проект «Суровые испытания», который, кстати, стал кассовым хитом в Корее, собрав почти 5 миллионов зрителей. Далее последовала «Мисс Бабуля» с почти 9 миллионами проданных билетов и крепость Намхансансон, который в Корее разошелся на почти 4 миллиона билетов и далее был продан в 28 стран, а также получил множество наград по всей Азии. В общем, я сильно, знаете ли, сомневаюсь, что он такой вот белый одуван, бывший бедняк и человек, который в течение 13 лет с его слов выпивал по полбутылки, а то, думаю, и больше саджи. Это местный корейский алкоголь. В общем, выпивал он его для, так сказать, поддержание творческой волны. Вообще, режиссер всегда славился тем, что ставит ленты на остро-социальные темы, так что позвольте одну цитату из СМИ относительно сериала. Хван Дон Хёк открыто критикует капиталистическое общество, где люди буквально готовы умереть за деньги и пойти на убийство. Метафоры в сериале максимально прозрачны и нам сразу дают понять, что хоть мир игры похож на огромную детскую площадку, все, что в ней происходит, всего лишь проекция реальности, в которой люди идут на преступления ради денег каждый день. Хотелось бы лично от себя заметить уважаемому режиссеру, что если бы он действительно что-то там критиковал в сериале, не говорю про другие его работы, не смотрел, то снимал бы не такую, простите, трешанину, где в очередной раз мы видим доминирующий акцент на насилии, море крови, убийства, во всевозможных извращенных формах, полностью обесцененную человеческую жизнь и так далее. Будем откровенны, едва ли такой хайп поднялся от того, что до зрителей дошел какой-то невероятный социальный посыл режиссера. Это самая обычная чернуха в яркой обертке, снятая в хорошо узнаваемом голливудском стиле. Поэтому, говоря о социальном кино, Хван Дон Хёк мог бы действительно снять стоящую картину, которая побуждает зрителя к размышлениям о серьезных вопросах, а не дразнит ожиданием очередной пытки, как же там еще по-интересному кого-то расчленят, вроде все той же пилы ей подобных. Поэтому, уважаемый режиссер, так на будущее. Если вы вдруг захотите снять серьезную картину о бедности, невзгодах нищеты и всевозможных ее последствиях, можете взяться за экранизацию преступления и наказания Достоевского. Или, к примеру, голод Кнута Гамсуна. Уверяю вас, пользы будет намного больше, хотя, конечно, хайпа и денег, как скальмаров, поднять, скорее всего, не получится. Совсем забыл про еще один интересный нюанс сериаля, давно уже обкатаны и направлены как раз на дальнейшее падение тех самых рамок морали зрителей, о которых я чуть ранее упоминал, и повышение их искушенности ко всякого роду зрелищам. Итак, вспоминайте, первая игра, суматоха, массовые расстрелы, в общем, паника, кровища и так далее. И тут мы наблюдаем, как режиссер показывает смакование всего этого действия распорядителем. Да-да, именно смакование. Наряду с дорогим алкоголем именно это ощущение и передается с экрана монитора при просмотре, как распорядителю, так и зрителю, который смотрит сериал, где нам показывают кадры, когда фронтмен смотрит игру через экран, а потом уже камера показывает то, что он смотрит во всю картинку. Кстати, песня, которую слушают фронтмен, наблюдая за всей этой бойней, это традиционная джаз-композиция, которая получила свою раннюю запись где-то в 1954 году и была названа In Other Worlds, а в народе стала известна как Fly to the Moon. И у меня один вопрос. Режиссер, ты что, хочешь сказать, что уже далеко не молодой кореец сидит и наслаждается старыми западными шлягерами? Серьезно? И вот после этого вы будете говорить, что это классическая южнокорейская дорама? Теперь про сам социальный трюк, так сказать. Часто замечаю в синематографе тенденцию, как на какое-то крайне кровавое действо накладывается вот такая вот музыка. Доброе, хорошее и вообще. Вспомните эпизод с Сахаром, тоже веселая детская мелодия, параллельно взрослыми дядями и тетями, отчаянно лижущими сладость, где на этом милом фоне крупными кадрами им пускают пулю в голову. Вот это развлечение, да? И далее уже мои крайне субъективные соображения, ну как собственно вообще весь этот не для так скажем необычного сочетания подчеркивания стиля или какого-то пафоса или гламура добавляющего действу на экране определенных эмоциональных красок, а для как раз таки того, чтобы зритель понемногу привыкал и даже любил подобные кадры, получал наслаждение как распорядитель. Все это кстати обычно как раз таки и происходит на фоне замедленной съемки для более сильного эффекта, такой как бы элемент смакования, как я уже говорил. Хотя ведь нужно вставлять совершенно иные кадры, подстать тем эмоциям, которые дарят тебе музыкальное сопровождение. Хотя я опять же повторюсь, это достаточно старый трюк. Также можно отметить, что конечно как и всегда в такого рода синема нам показывают как люди быстро становятся сволочами, предают, убивают, ну и вообще идут на всевозможные подлости, максимально быстро теряя человеческий облик, что как бы человеческие лица это лишь маски, которые люди в социуме носят, а чуть прижмешь сразу начнет выползать звериная натура и так далее. Даже главный герой особо не задумывался, вы посмотрите внимательно на эпизод с шарами, сразу же решил деда опрокинуть и начал приставать как хранику, типа, что смотрите, он не хочет играть, значит я победил. Когда трюк не удался, стал обманывать старика в игре напрямую, а ведь еще буквально пять минут назад он был такой положительный персонаж, вот такая вот практически мгновенная трансформация. И еще, мне всегда когда смотрю подобные картины интересно наблюдать за одним совершенно неестественным нюансом. Главный герой, да и не только он по ходу игры постоянно улыбается, шутит и так далее, то есть в общем-то все участники, смотрите, привыкли очень быстро к так называемому новому миру и новым условиям. Вроде в начале чутка повыпендривались, но потом вошли так сказать во вкус буквально за день. Подумаешь, что ты 40 лет до этого работал каким-нибудь водителем, математиком, кассиром, продавцом или так далее, и труп отопадив живую вообще не видел никогда, а тут такое массовое мочиловое и полный беспредел в особо циничной форме. Нормально пойдет. Видишь, зритель, ничего в принципе страшного, это таки надо воспринимать, вообще все храпели, будь здоров. Во, а тут вообще ребята между играми развлекаются, но чё, они ж типа тупое, быдлое, вообще какое-то зверьё, таким разве много что ли надо? Да им по сути вообще плевать, что их жизнь висит на нитке, и вокруг каждый день мрук десятки, а то и сотни людей. А сосед по койке, того и гляди, пустит тебе пику в горло, пока ты спишь. Но они же уже ведь так сказать вошли во вкус, ничего такого, ага. Тут даже муж с женой готов сыграть в шарики на выживание, чтобы кто-то из них откинулся, не просто уступить кому-то, пожертвовав собой, или обоюдно принять свою участь, но да, типа перед лицом смерти и большого куша, там уже не до этих ваших клятв, богатств и бедности, семейных ценностей и любви до гроба. Видите, вот такая вот социальная драма от режиссёра, да. Ну а напоследок надо сказать, что не только сейчас, а вообще во все времена мода, развлечения, какие-то правила и так далее шли сверху. И что касается данной картины или подобным ей, то основная цель это именно вас развлечь, понимаете? Мы с вами это и есть во вполне прямом смысле слова те самые вип-гости, которые сидят и наблюдают за этим развлечением. Они ведь тоже не всегда наблюдали за игрой воочию, один из них прямо так и сказал, что смотреть дома на экране это конечно здорово, но правда вот не так зрелищно. Однако ведь вы получили удовольствие от просмотра? Ничего так сериальчик, да? Можно глянуть вечерком после работы или учебы и конечно обязательно заценить второй сезон, если он конечно выйдет. И знаете, тут можно задать один тонкий вопрос. Если бы вам поступило предложение воочию увидеть такие игрыща, как думаете, какой бы процент на это согласился? Или пойти еще немного дальше, если бы вам не просто предложили посмотреть, но и заплатили за просмотр кругленькую сумму, а? И знаете, что-то мне подсказывает, что процент принявших подобное предложение далеко не будет равен нулю, как считаете? На сим извольте откладиться, надеюсь, до новых встреч. Всем удачи!